Итак, дорогие друзья, я включил запись, поскольку Сергей нас видит и слышит, Дмитрий слышит, Вадим Патевалов слышит. Сегодня 16 июля 2021 года, московское время, 26.31 минута. Мы, свободные люди, своим волей и извелением подтверждаем, что будем общаться, идет запись, и это станет доступно широкому доступу. Возражения есть или нет? По протоколу. Возражений нету. Слышно? Да, возражений нету. Вчера группа, инициативная группа глобальной волны посетила штаб Лаваки и была записана аудиозапись. Аудиозапись Дмитрий Финкельберг прослушал. Вадиму я перешлю позже. Соответственно, был запрос на человека, кто может вести юридическую и бухгалтерскую документальную работу. Я указал на Дмитрия. Дмитрий, вам слово. Добрый вечер. Здравствуйте всем. Я послушал запись вашей встречи. Она очень интересна, поскольку вы думаете в том направлении, в котором... Я считаю, что это самое перспективное направление, это направление кооперации. Поэтому перед тем, как переходить к юридическим оформительным бумагам, нужно понять, какую собственность и вообще, какую кооперацию находить. Поэтому я очень хотел бы послушать Вадима, поскольку понятно, что кооперация раз бывает, очень разная. И хороший, и фейковый, и плохой, и какой угодно. Но если есть кооперативная организация, которая уже готова, которая уже работает, применительно к данному проекту, я считаю, что это та правовая форма, которую необходимо развивать. И, безусловно, хотелось бы еще раз послушать Вадима. То есть мне интересно те мысли, которые стоятся в кооперативной тематике. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Меня слышно? Да, по ведению, прошу прощения, дорогие друзья, по протоколу. Кто не говорит и не предполагает в ближайшее время выступить, пожалуйста, выключите микрофон. И тогда мы будем слышать идеально докладчика. А когда вопросы возникают, можно в камеру руку поднять и микрофон включить. Мы поймем, что вы хотите что-то сказать. Отлично. Спасибо. Будем тренироваться. Могут поговорить или нет? Здравствуйте все. Да. Да, Вадим, начинай. Я выключаю микрофон. Говори, сколько тебе времени надо? Сколько минут? Да я буквально в двух словах. Да, по поводу... Время сколько? Давай учиться таймингу и тайм-менеджменту. Возьми, сколько тебе надо? Пять минут, десять. Пять минут. Пять минут. Хорошо, а потом вопросы. А потом ответы на вопросы. Спасибо. Да. Значит, по поводу организации под потребкой операцией. Мое предложение, оно очень простое. То есть, для чего создавать много-много кооперативов, если у нас уже создан кооператив, который показал себя как глобальная организация. У нас уже в 18 странах пайщики. Мы уже больше трех лет существуем. Сдаем отчетность. Все у нас делается как положено. А самое главное, что у нас в кооперативе предусмотрен такой институт, как кооперативный участок. То есть, кооперативный участок – это предусмотренное федеральным законодательством объединения пайщиков внутри кооператива. И пайщики, создав кооперативный участок, имеют обособленный баланс, обособленный лицевой счет. И действуют на самоокупаемость и самофинансирование. То есть, фактически, можно производить любую деятельность в рамках ПК ВАИР на системах автоматизации и бухгалтерских проводок, и отчетности, и юридического сопровождения именно ПК ВАИР. Что было бы очень удобно всем участникам. В ПК ВАИР создан такой инструмент, как iPie или интеллектуальный пай, умный пай. Систему можно установить в любой сотовый телефон, в смысле, в любой смартфон. Это система бесплатная. А пайщики, которые ведут какую-то хозяйственную деятельность, получают доступ к личным кабинетам для того, чтобы добавлять предложения для потребления других пайщиков. В ближайшее время будет включен интернет-экваринг. Обычный экваринг у нас уже работает. То есть, любой кооперативный участок, любой пункт обслуживания пайщиков можно получить устройство экваринга для того, чтобы получать, принимать на свой лицевой счет целевые паевые взносы прямо на свои кооперативные участки. То есть, вся система, которая необходима пайщика для организации хорошего, правильного взаимодействия с другими пайщиками, уже реализована полностью, реализована в автоматическом режиме. Также у нас создана система лицевых счетов пайщиков, физических лиц. Физическое лицо пайщик может заказать, получить банковскую карту системы MasterCard. И денежные средства, если у него в кооперативе есть, то он эти денежные средства может использовать в любой точке мира через систему MasterCard. Все это сделано, настроено. Сейчас окончательные, до настройки, до наладки делаем с банком Санкт-Петербург. Банк Санкт-Петербург – это банк в 14-м месте в рейтинге банков Российской Федерации. Они очень сделали хороший, глубокий, с хорошей, глубокой проработкой личный кабинет для наших пайщиков. Форобанк тоже сделана система, но она немножко не так глубоко проработана, как сейчас проработал этот банк Санкт-Петербург. То есть фактически у пайщиков есть возможность выбрать тот или иной банк, но я бы сейчас пайщикам посоветовал чуть-чуть подождать и уже обратиться к получению карт через, скорее всего, банк Санкт-Петербург. Потому что там и карта получается выдача подешевле, чем у Форобанка. И вдобавок там уже не смс-уведомления, а паш-уведомления, так называемые, то есть через систему интернет, что более защищено подтверждение транзакции через паш-уведомления. То есть пайщик может выбрать или смс-кой, или отпечатком пальцев, или пим-кодом. Ну, в общем, четко-четко сейчас все это доделываем окончательно, чтобы можно было полностью использовать. Но уже, скажем так, на 80% система сделана и отлажена. То есть буквально, может быть, еще следующая неделя потребуется банку Санкт-Петербург, потому что они просили две недели, сегодня как раз пятница. Но пока обратной связи нет, может быть, есть какие-то заминки, буквально они будут устранены в ближайшее время. Да, слушаю вопросы. Вадим, значит, а с какого года у вас это все работает? Это у нас все работает с 2017 года. То есть в августе 2017 года мы организовали ПК ВАИР. Первый ПК ВАИР у нас был организован в 2015 году, но мы его закрыли и открыли новый в 2017, устранив кое-какие юридические неточности, которые были в первом ПК ВАИР. Но фактически второй ПК ВАИР создан практически при участии всех тех же лиц, которые были и в первом ПК ВАИР. То есть у нас по ПК ВАИР, что по первому, что по второму, все очень спокойно, серьезно. То есть у нас нет никаких необманутых дольщиков, пайщиков. То есть просто там небольшие юридические казусы были устранены. Потому что сложнее было собрать, когда у вас много пайщиков, а у нас за два года в первом же ПК ВАИРе было уже больше 12 тысяч пайщиков. То есть нам было сложно собрать общее собрание, чтобы сделать изменения в устав первого ПК ВАИР, и чтобы изменить еще больше, уменьшить вступительный взнос. То есть мы сначала сделали вступительный взнос в первом ПК ВАИР. Тысяча рублей, потом по просьбе большинства студентов и пайщиков для того, чтобы уменьшить порог входа в ПК ВАИР. Мы собирали собрание общее, удалось нам собрать, потому что на момент, когда мы собирали, чтобы уменьшить взнос, у нас было около двух тысяч пайщиков. Но очень много прямо пайщиков были против, что да, мы платили тысяча, почему сейчас будут платить 500. И когда мы уже открывали второй кооператив ПК ВАИР, было принято решение, что вступительный взнос уменьшить до минимального минимума, который нам позволила документация. Потому что в федеральном законе говорено, что вступительный взнос должен покрывать расходы по вступлению пайщика. А получается так, что карта пайщика, которую мы выдаем, и Сбербанк платежные сервисы 117 с копейками рублей выставляют нам за такую карточку, за выдачу, чтобы она читалась банкоматами. Правда, сейчас мы уже это все доработали, и сейчас даже на бумажном заявлении у нас получаются QR-коды, которые обрабатывает Сбербанк платежный сервис. Но, тем не менее, у нас получилось, что вступительный взнос 200 рублей, минимальный паевой взнос кооператив 100 рублей. То есть в итоге порог для того, чтобы стать пайщиком ПК ВАИР для физического лица получается всего лишь 300 рублей. Из которых фактически 100 рублей – это возвратные, если пайщик выходит из членов потребительского кооператива, то ему все паи, которые он внес, они возвращаются. То есть у нас в кооперативе также предусмотрена ситуация, что пайщики могут увеличивать добровольно и уменьшать свои паи в кооперативе. Это именно сделано для того, чтобы пайщики могли и инвестировать в разные проекты, которые мы готовим, реализовываем, и обмениваться очень хорошо своими паями. Хорошо, теперь понятная история, понятно, как все вы организовали. Скажите, пожалуйста, применительно к той ситуации, которую вы слышали в телеграм-канале. То есть задача проста – сделать участок в ВАИРе кооперативный, где на паях люди будут входить разными формами творчества. И чтобы это фиксировалось, и всем было понятно, и как это все дело распределяется. Да, значит, смотрите, то есть Гражданский кодекс Российской Федерации, я сейчас не буду врать статью, я точно не помню Гражданского кодекса. То есть Гражданский кодекс, он четко регламентирует, что является имуществом, в том числе имущественными правами. Поэтому мы, опираясь на Гражданский кодекс Российской Федерации и на законы потребительской кооперации 3085-1 и устав ПК ВАИР, написали, что можно вносить в паевой фонд, в частности, кооперативных участков потребительского кооператива ВАИР. Можно вносить и права на интеллектуальную собственность, и на ухау, это тоже является объектом права, который оговорен Гражданским кодексом. То есть можно вносить практически, даже бизнес-идею, да, можно оценить силами как раз вот кооперативного участка, то есть именно почему. То есть мы в первом кооперативе вносили ПАИ в паевой фонд всего кооператива, что выяснилось абсолютно неправильным и абсурдным. Вот, то есть ПАИ должны целевые какие-то и программные вноситься в паевой фонд кооперативных участков, чтобы ни один ПАИщик не мог влиять на другого, да, то есть каким образом, то есть если мы вносим ПАИ в паевой фонд всего кооператива, это становится совокупным имуществом всех ПАИщиков, да, ну и права получаются. Вот, и, а когда вы вносите, особенно если это какие-то материальные блага или нематериальные активы, если вы вносите в кооперативный участок, то вы не можете обременить, то есть вот такая правовая ситуация, да, то есть один ПАИщик, что у нас получилось в первом кооперативе? Один ПАИщик внес. В частности, было внесено, значит, проектная документация на строительство многоэтажных домов в жилом комплексе. Понятно. Вот, эта проектная документация была оценена, она была оценена почти в 100 миллионов рублей, значит, другая организация, которая стала ПАИщиком и являлась ПАИщиком, сказала, да, мы эти 100 миллионов внесем деньгами и права на применение этого, этой застройки, да, заберем. По факту получилось, что они внесли только 30 с немножко миллионов, потом у них что-то получилась незадача, и получился правовой указус, да, что кооперативу должна ОООшка за имущество, которое изъяло из паевого фонда, да, ПАИщик имущество внес на 100 миллионов, получил на 30 с немножко миллионов, и как бы еще кооператив ему был должен, и получалось так, что ПАИщик имел право из кооператива еще забирать деньги, а денег в кооперативе не было, ну, потому что их не внесла эта ОООшка, а ОООшка, там получилась нехорошая финансовая ситуация, что она могла просто лопнуть, эта ОООшка, да, и когда я, значит, собрал ПАИщиков, оповестил их, ну, как вот будем поступать, или юридический казус такой, что нам придется зарабатывать деньги и 60 миллионов у нас могут забрать, вот, или мы сейчас приостановим деятельность, не вносим никаких дополнительных паев, пытаемся договориться и с ПАИщиком вот этим, который вносил, значит, проектную документацию, и договариваемся как-то вот с ПАИщиком, юрлицом, который, ну, то есть получается так, что они, воспользовавшись определенными льготами потребкой операции, пытались сделать, значит, свою хозяйственную операцию, и таким образом получилось так, что кооператив получился, ну, другие ПАИщики получились обязаны обязательствами, ну, несправедливо, да, поэтому, чтобы сейчас такой ситуации не возникало, мы говорим так, что ПАИ вносится в кооперативный участок, кооперативный участок и по уставу, и по, значит, гражданскому кодексу, и по законопотребительской кооперации является обособленным хозрасчетным подразделением, то есть фактически, если есть какие-то неурядицы в кооперативном участке, они сейчас уже не влияют на весь кооператив и другие кооперативные участки, то есть мы тем самым вот таким правовым основанием закрепили ситуацию, что ПАИщики, чтобы были более автономны в своих действиях, и чтобы один ПАИщик не мог своими какими-то недобросовестными действиями повлиять на ситуацию на других ПАИщиков. – Хорошо. А вот применительно к нашей данной истории, которая… – Секундочку, дорогие друзья. До завершения этой конференции остается 5 минут. Через 5 минут мы продолжим, продлеваем. Продлевать будете? – Да, наверное. – Хорошо. Поэтому 5 минут. Вадим, расскажи, пожалуйста, вот эту идею, посыл, с которым ты приехал к Илье Евгеньевичу Буренко, ко мне, что сделать серию ликбезных роликов, объясняющих молодежи всю выгодность момента воспользоваться этим инструментом. У тебя есть 4 минуты 30 секунд. Открываем новую конференцию, и ее начнем с вопроса Дмитрия Захарыча. – Да, давайте так. Хорошо. Значит, вчера то, что мы обсуждали, посыл был такой – сделать действительно несколько вводных лекций о том, как молодые люди могут, легко воспользовавшись инструментами, созданными в ПК «ВАИР», организовать у себя на местах фактически бизнес, который мог бы позволить им и получать доход, и приносить пользу обществу и окружающим. Суд заключается в следующем, что для организации кооперативного участка необходимо всего лишь трем пайщикам быть пайщиками кооператива, собрать общее собрание своего кооперативного участка, определить цели и задачи, чем их участок будет заниматься, и фактически внутренними документами ПК «ВАИР» получить возможность сразу действовать. Значит, в чем заключаются правовые основания? Учитывая, что система в ПК «ВАИР» создана таким образом, что у каждого кооперативного участка, у каждого пайщика есть свои обособленные лицевые счета, которые неприкосновенны и недосягаемы для других пайщиков и в том числе для правления самого кооператива и наблюдательного совета, то есть система таким образом сделана, то что получается? Молодые люди организовываются у себя где-то в городе локально или в каком-то районе города уже и организовывают так называемый пункт обслуживания пайщиков, получают через свою самоорганизацию возможность пользоваться всеми инструментами ПК «ВАИР», фактически потому что они являются пайщиками. И что происходит? То есть у нас есть пайщики, которые являются производителями разных товаров и услуг, и через вот эти дополнительные точки, организованные как дополнительные пункты обслуживания, то получаются дополнительные точки сбыта товаров и услуг, которые производят другие пайщики. И когда пайщик вносит целевой взнос паевой в кооператив для получения той или иной услуги, то система автоматически, скажем так, кооперативному участку начисляет процент кооперативного участка. Если какой-то пайщик занимался логистикой, перевозкой, значит ему его процент тоже отчисляется, и владельцу имущества, значит зачисляются остальные средства. То есть для организации своего небольшого бизнеса молодые люди могут его организовать практически с нулевым статком, с минимальным вложением. То есть им не нужно выкупать какой-то товар, потому что товар находится в кооперативе, деньги ходят внутри одного юридического лица, поступают на один расчетный счет, поэтому владелец имущества не боится, что он сейчас свое имущество куда-то отправит, а деньги не получит. И пайщик, который занимается реализацией этого имущества, он понимает, что при поступлении денег и средств в кооператив, он получает свои проценты дивиденды за свой труд. То есть мы таким образом получили довольно-таки честную платформу для честного, чистого взаимодействия людей с целью достижения поставленной цели и задачи. Остается одна минута и завершая данный ролик и переходя к следующему, о чем идет речь. Речь идет о том, что современные системы бигдаты, бухгалтерского учета, цифровых подписей, идентификации и нашего корпоративного рейтинга и личного участия позволяют ежесекундно высчитывать уникальную формулу, когда бесчисленное количество людей могут быть объединены в потребительскую кооперацию. Кто-то ворачивал орехи, кто-то их на ослики перевез, кто-то их перемалывал, кто-то за пчелами ухаживал, кто-то еще что-то делал. Но каждый вклад каждого человека, он оценивается и таким образом учитывается, и всегда есть учет его пая, взноса, сколько взнес, сколько получил и так далее. Это уникальная возможность для тренировки, синхронизации планетарного масштаба. Давайте, на этом я конференцию завершаю, осталось меньше 30 секунд и высылаю сейчас новую ссылочку вам. Хорошо? Да, хорошо.